О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Россия или Чечня? Что известно об убийстве Амины Ахуевой и какие версии у следствия? С Котчем к днищу в Ужгороде неизвестные заминировали машину прокурора, кто и почему пытался свести с ним счеты. Добро на применение силы госсекретарь США просит у Конгресса право на ответный или упережающий удар по любой точке мира, что кроется за призывом. Очередное резонансное убийство неподалеку от столицы. Накануне вечером возле поселка Глеваха неизвестные расстреляли автомобиль добровольцев АТО Амина Акуева и Адама Асмаева. Женщина погибла на месте, мужчина ранен в ногу. Амина Акуева родом из Одессы участвовала в революции достоинства и в 2014 году вступила в ряды батальона «Киев-2». Ее муж Адам Асмаев родом из Чечни, его обвиняли в подготовке покушения на Путина. Он также добровольцем отправился на фронт. Это не первое покушение на супруга. В этот раз их машину расстреляли недалеко от железнодорожного переезда под Глевахой. Сразу после трагедии на место происшествия приехала и наша съемочная группа. Первые кадры, первые версии и свидетельства очевидцев далее в материале. Поселок Глеваха около 9 вечера недалеко от железнодорожного переезда машину Амины Акуевой и Адама Асмаева обстреливают из кустов. Амина умирает на месте. К месту происшествия правоохранители никого не подпускают. Комментарии скудные и невнятные. Что это было? Это был обстрел? Это был обстрел? Это был обстрел обстрел обыкновенный. К сожалению, война идет в стране. Кто стрелял, сколько их было, какие версии, информация от правоохранителей почти никакой. И версии наразе разлетаются. Есть несколько, но, на жаль, я сейчас сообщить вам не могу. А как это стало? Скажи, пожалуйста. Давайте тоже, это немного позже. Есть ориентование на это случается? Сейчас действуются средства перехвата. И есть какие-то меркувания. Местные жители говорят, ничего не видели. Слышали, выстрелив все. У нас в кустах где-то там стреляли. Никто ничего не видел. Друзья Адама и Амин рассказывают, это покушение было предсказуемым. Заказ открыт, и они все равно будут жить в состоянии повышенной опасности все время. И вариантов, что повторное покушение не будет, они не рассматривали в принципе. Они соблюдали меры предосторожности, безопасности, настолько, насколько могли. Адам жив, и это говорит о том, что наверняка покушение на него все равно будет повторяться. А с мая всю ночь провел в больнице. Там же дежурили и правоохранители. Анна Каменева, Анастасия Старовой, Евгений Каминский, подробности, телеканал Интер. Прошли почти сутки с момента убийства. Все обстоятельства случившегося сегодня комментировали и силовики, и эксперты-криминалисты, кто все-таки стоит за расстрелом Акуевой. Детали этого резонансного дела в нашем материале, который мы покажем чуть позже. Теракт за терактом, убийство за убийством. С начала года это уже седьмое громкое преступление, и пятое со смертельным исходом. Все они не раскрыты. Шлейфом с прошлого года тянутся такие же не менее громкие дела. Но где результаты расследований? Не сообщают о них ни полиция, ни СБУ, под юрисдикцией которой тоже находится часть уголовных производств. Правда, есть у правоохранителей одно дело, где есть чем похвастаться. Они смогли предотвратить довольно странное покушение на нардепа Антона Геращенко. Даже задержали подозреваемых, но статистика от этого лучше не стала. Десятки громких дел раскрыты единицы. Апрель 2015-го застрелен известный журналист Олесь Бузина возле своего дома. Спустя два месяца задержаны двое подозреваемых. Они долго были под стражей, но в 16-м суд их отпустил под личное обязательство. Июль 2016-го в центре Киева взорвали машину известного журналиста Павла Шеремета. У следствия до сих пор нет доказательств в пользу какой-либо версии. Дело не раскрыто. Март 2017-го. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков застрелен днем в центре Киева возле гостиницы. Охранник политика ранил стрелка. Тот позже скончался в больнице. Заказчик установлен, но не задержан. Март 2017-го. Мариуполь. Взорван джип-код разведчика СБУ Александра Харабирюша. Следствие установило, что машину подорвали с помощью мины, которую ночью установила женщина-диверсант. Дело не раскрыто. Июнь 2017-го. Взлетел на воздух автомобиль разведчика Максима Шаповала. В ГПУ подозревают спецслужбы России. Подозреваемых нет. Дело не раскрыто. Август 2017-го. Взрыв в правительственном квартале столицы. Трое раненых. Среди них родные герои Украины. Следствие рассматривает две версии покушения на жизнь военного и хулиганства. Дело не раскрыто. Сентябрь 2017-го. Возле Бессарабского рынка в столице взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Ранена женщина. По данным МВД, Махаури был достаточно известным в криминальных кругах. Ни исполнители, ни заказчики не найдены. Октябрь 2017-го. Взрыв возле телеканала «Эспрессо». Двое погибших. Оранник нардепа и случайный прохожий. Раненый депутат Игорь Масичук, политолог Виталий Бала и еще двое прохожих. Неизвестные взорвали припаркованный неподалеку мотоцикл. Кто стоит за взрывом, неясно. Несколько минут назад началась пресс-конференция в службе безопасности Украины. По предварительной информации, брифинг посвящен раскрытию дела о подрыве машины контрразведчика СБУ Александра Харабирюша. Обо всем мы узнаем у Ольги Теребинской. Когда будет информация, она выйдет с нами на связь. А сейчас все детали об убийстве Амины Акуевой. Попытка российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Украине или месть Рамзана Кадырова, супругу Амины Адаму Осмаеву. Две основные версии произошедшего. Однако, кроме этого, пока что неизвестно ничего. Полиции лишь заявили, их заказали. Убивство на замовленнях. Мы пытаемся выяснить все обстоятельства, где перебивали те люди, которые совершили пострелы. Потом будет проведена и получена судово-медичная экспертиза, которая нам дает заключение, от чего настала смерть и сколько куль в теле Амины. Адам Осмаев – командир батальона имени Джохара Дудаева в АТО. В России его подозревают в подготовке покушения на Путина и Кадырова. Убить Осмаева пытались еще летом. 1 июня в Киеве в него стрелял Артур Денисултанов, известный в России бандит и близкий главе Чечни киллер. Тогда мужа спасла Амина, подстрелившая от нападавшего из наградного пистолета. Главный вопрос, кто именно был целью киллеров на этот раз. Как сообщили в полиции, нападавших, вероятно, было двое. Один поджидал Амину и Адама еще на повороте с одесской трассы. И сообщил напарнику, когда их джип выехал на железнодорожный переезд в Глевахе. В 100 метрах в кустах прятался второй киллер, который и открыл огонь. Несмотря на ранение в ногу, Адаму удалось проехать еще около 300 метров. Все разлеталось вокруг меня, панель, и попало в голову. Я сколько мог проехал, машина тоже, когда на двигатель попали, остановилась. Я пытался показать первую помощь, но мне в голову попали. Еще днем боец АТО Ратан Крымский написал на своей странице в Фейсбук, что в Амину попало не менее 6 пуль, однако позже удалил пост. Как видно по фото, в джипе следы не менее чем от 10 выстрелов. Стреляли, вероятно, из автомата. По мнению эксперта-криминалиста, целились именно в Амину. Еще ночью полицейские оцепили все подходы и подъезды к машине. Перекрыли даже дорогу, ведущую в Глеваху из села Малютенко в нескольких километрах. Именно в ту сторону, по мнению местных жителей, могли уехать нападавшие. В Бойраке той же ночью сфотографировали поврежденный шлагбаум на переезде. Вполне возможно, что убийцы пытались проскочить перед поездом. Несмотря на активную работу правоохранителей, уже утром журналистам удалось найти на месте преступления гильзу. Кто стрелял и из какого оружия? И связано ли это убийство с предыдущим покушением и взрывом бойца батальона имени Дудаева Тимура Махаури? Теперь предстоит выяснить следствию. А Смаев уверен, это дело рук одних и тех же киллеров. Продолжение. То есть это российский след? Стасист. Это то же самое. Звини на одной цепи. Здесь действует террористическая какая-то группа. Интересно, что Амина и Адам еще несколько месяцев назад отказались от охраны, которую к ним приставили после первого покушения. А три дня назад Амина выложила на фейсбуке фото, написав, мы готовы к встрече с любыми киллерами. Алексей Пшемыски, Лина Зеленская. Подробности телеканал Интер. Полиция Насгвардии предписана покинуть периметр Верховной Рады. Таково распоряжение главы МВД. На своей странице в фейсбуке министр заявил, отныне он не намерен тратить государственные деньги на подобные спецмероприятия. И цитирую, не намерен охранять дальше этот хлам под Радой. Напомню, конвой по периметру парламента выставили накануне митингов в правительственном квартале. Правоохранители дежурили две недели. А вот по состоянию на сегодняшний вечер и из нескольких десятков полицейских Prius'ов осталось два. Патрулируют только входы и палаточный городок. Внутри сейчас все спокойно. У стен Верховной Рады находятся от силы 30 человек. В Ужгороде заминировали машину главного прокурора города. Неизвестные прикрепили к автомобилю устройство, похожее на гранату. Его вовремя заметили, взрывчатка не сдетонировала. Кто и за что пытался свести счеты с прокурором, выясняла Марина Коваль. Это внедорожник руководителя Ужгородской местной прокуратуры. Машина была припаркована во дворе многоэтажки, где он живет. Полицию вызвали прохожие, когда увидели, что к автомобилю прикреплена граната. Выехала следовая оперативная группа, которая выяснила, что действительно на автомобиле присоединен пристрел, который похож на гранату. Конечно, про то, что это была оружие, или она боевая, можно будет с уверенностью говорить только после того, когда пройдет экспертиза. Прокурор Дмитрий Кириленко сегодня на работе проводит прием граждан, а случившимся говорить не хочет. Я ничего, я не хочу ничего раз комментировать. Чему? Ну, потому что у меня есть семья, у меня есть рабочие питания, и я не хочу зараз давать любые комментарии. Следствие разберется. Дмитрию Кириленко 37 лет. Работает в органах прокуратуры Закарпатской области с 2006-го. Ужгородскую местную прокуратуру возглавил в декабре 2015-го. Она обслуживает сразу три района. Ужгородский, Перечинский и Великоберезнянский. Живет прокурор с семьей в двухкомнатной квартире. Элитный внедорожник купил в прошлом году, не новой, машине 10 лет. Стоимость, указанная в декларации, 140 тысяч гривен. Активист Александр Пересоляк говорит, цена по сравнению с рыночной занишена в несколько раз. Предполагает, что гранату к машине прикрепили из-за профессиональной деятельности прокурора. В его достижениях нет серьезных резонансных справ. Обережный, лояльный прокурор, на мою думку, это идет предупреждение от людей, которых он знает, и с которыми он держит диалог в связи с тем, что или какие-то договоренности, порушенные с его стороны, или для того, чтобы он выполнил предупрежденные задачи. Полиции пока не говорят о попытке покушения на жизнь прокурора. Уголовное производство открыли по факту покушения на умышленное повреждение имущества. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. В зоне АТО потери. Один боец погиб, двое ранены. С начала суток украинские позиции подвергались вражеским обстрелам уже 10 раз. Эпицентр противостояния под Донецком. Именно на этом направлении армейцы понесли потери. О ситуации в Авдеевской промзоне наш военкор Ирина Баглай. Вот тут, тут уже точно нормально видеть, потому что тут простреливаются. Все проходы от позиции к позиции в Авдеевской промзоне уже несколько дней на прицеле у российских снайперов-наемников. По последним данным, группа снайперов зашла. Там никого не жалеет. Не мешкать. Решний раз без дела не выходить на открытые участки. Для наших бойцов здесь железное правило. Каждая их охотка. Все, надо так отходить. Чего я зря не шел. С пустыми руками никто не ходит. Хотя бы воду за собой взять надо. Все, отдышали, сидим. Валы, укрепления, мосты. Там предположительно и оборудуют себе позиции вражеские снайперы. Блин, дашь, он как раз вон, прямо под низу. Ясиноватская развязкая дорога укреп район боевиков, усеянный огневыми точками. Каждый вечер горит, как гирлянда. Оттуда наемники регулярно простреливают позиции украинских военных. Они зарываются под дорожное полотно. Очень сильно используют земляные валы. Большое количество огневых точек. В темное время суток слышен звук работы техники. С этого утеса 19-летнему Ярославу пришлось давать отпор противнику. Пулемет не подвел. Враг утихомирился. Стену прилетало ПКМ, стрелкотнеавтомат. Такого АГС изрядно насыпали. Минут за пять я отработал 200 патронов. Застегнуть наших военных врасплох пытаются боевики неожиданными обстрелами из более крупного калибра. Одиночными минами и днем. Одна из таких упала совсем неподалеку и разворотила вот эти ящики укрепления военных. Причем стреляют боевики из соседних зданий в 100 метрах отсюда. Берут вышибные заряды с ПГ-7, выстрелов. Навинчивают через переходник на 82-ю мину и забрасывают. Приход как с миномета, а на самом деле миномета нет. Тяжелая артиллерия противника пока молчит. Но из захваченных Донецка и Ясиноватой пришли тревожные новости. Там на днях были замечены колонны реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артустановок 122-го калибра. Ирина Баглая, Евгений Малярчук. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Дополнительный контроль за передвижением россиян по Украине введут с 1 января. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина находится в состоянии гибридной войны с Россией. Поэтому биометрический контроль на границе просто необходим. Додатковый контроль за прорисованием российских граждан и за всем, что тут делают российские спецслужбы, нам конче потребен. На это и сприймовано то, что будет проведено с 1 января и биометрические данные, и заявки на предыдущие поездки, оскільки маємо контролювати кожен крок, який тут робиться з метою дестабілізувати ситуацию в Украине. В Москве арестовали экс-главу «Навтогаза» Украины и государственного управления делами Игоря Бакая. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. В украинском медиа от комментариев воздержались. Кто такой Игорь Бакай? Напомним в нашем материале. С 1998 по 2000 год Игорь Бакай возглавлял «Навтогаз» Украины. С октября 2003 руководил государственным управлением делами. А в конце 2004 уехал из страны. Уже в марте 2005 получил паспорт гражданина России. Его отъезд назвали «побегом». Ведь чиновника подозревали в причастности к ряду тяжких экономических преступлений, совершенных на посту главы госуправления делами. Весной 2005 Бакая обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении госимущества гостиницы «Днепр» и «Украина», недвижимости национального комплекса «Экспоцентр Украины», нескольких крымских санаториев. Проверка контрольно-ревизиационного управления в 2005 установила, что в госуправлении делами под руководством Игоря Бакая незаконно потратила более 800 миллионов гривен. Бакай свою причастность к преступлениям отрицает. Теракт, который не осуществили. Немецкая полиция утверждает, что предотвратила массовое убийство в одном из городов. Спецназ задержал сирийца. Его подозревают в подготовке атаки. Где и когда должны были прогреметь взрывы, расскажет Татьяна Лагунова. За подозреваемым в подготовке теракта немецкие спецслужбы наблюдали несколько месяцев, но сегодня провели спецоперацию по его задержанию. Арестованному 19 лет он сирийц, жил в городе Шверин и уверенный спецслужбы готовил масштабный теракт в одном из немецких городов. Приобрел все необходимые компоненты для изготовления взрывчатки и уже приступил к изготовлению устройства. По нашим данным, Ямен А летом этого года решил организовать масштабный теракт с многочисленными жертвами. Также нам известно, что подозреваемый постоянно контактировал с джихадистами с помощью интернета. Была ли выбрана цель атаки, силовики пока не говорят. Возможно, чтобы не сеять панику среди населения. Когда постоянно слышишь такие новости, чувствуешь, что в Германии небезопасно. Уже страшно ходить на какие-либо мероприятия, боишься, что что-то произойдет. Мне кажется, властям нужно сделать больше для того, чтобы население чувствовало себя в безопасности. Кроме квартиры задержанного, немецкая полиция обыскала также дома в Гамбурге и других соседних городах. Не исключено, что у предполагаемого террориста могли быть сообщники. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Северной Корее обрушился подземный тоннель для ядерных испытаний. По информации южнокорейских СМИ, погибли 200 человек. 100 рабочих во время строительства и еще столько же, когда пытались спасти первую группу. Два месяца назад КНДР провела на этом полигоне очередное ядерное испытание. Британские журналисты считают, именно это ослабило горные массивы и привело к обвалу. Готовность номер один. Госсекретарь США Тиллерсон просит у конгрессменов разрешение применять силу против террористов по всему миру. Не называя конкретных стран и не ограничивая столько лишь главной угрозой КНДР. К чему это может привести? Дмитрий Анопченко следил за слушаниями в Конгрессе. Они пришли в Конгресс вместе. Два ключевых чиновника, от которых так много зависит в Америке. Госсекретарь Тиллерсон и министр обороны Мэттис. Разговор предстоял непростой. Слишком уж много вопросов накопилось в Сенатском комитете по международным делам. И важнейший. Не собирается ли администрация начать войну с Северной Кореей? Не спрашивая Конгресс. Один из сенаторов специально попросил госсекретаря при всех на камеру подтвердить, что разрешения на использование военной силы против режима Кима не существует. Тиллерсон вынужден был это признать, но в ответ выступил с заявлением, которое сегодня цитируют все. И речь идет даже не только о том, чтобы атаковать КНДР в случае необходимости. Госсекретарь попросил у конгрессменов универсальное разрешение на применение силы против террористов по всему миру без ограничений. Согласие на использование военной силы не должно иметь географических ограничений. Как и в нынешней ситуации, администрации необходимо иметь разрешение применять военную силу против врага, который не уважает границы и не удосуживается их соблюдать. По сути, госсекретарь просит у законодателей карт-бланш право нанести ответный или упреждающий удар по любой части мира. По Конституции объявлять войну может лишь Конгресс Соединенных Штатов Америки. Но президенты часто хитрили, к примеру, что вьетнамская, что корейская войны начинались без получения разрешения отсюда из Капитолия. Их именовали военными операциями, а значит и согласие Конгресса не нужно. И многие конгрессмены сейчас обеспокоены, что Дональд Трамп может тоже поступить именно так, может атаковать КНДР, никого не спросясь. В Капитолии даже подготовлен законопроект, который запрещает президенту предпринимать что-либо в отношении КНДР без согласия законодателей. Но вряд ли его примут, он пока что пылится в комитетах. А значит, случись, что слово будет за военными. Глава Пентагона на прямой вопрос, что произойдет, если КНДР атакует Америку, ответил очень спокойно и даже буднично. В любом случае президента поднимут. Могу сказать, что мы тренируемся постоянно. Задействуем станции ПВО, расположенные на Аляске и в Калифорнии. Затем предоставим президенту широкий выбор вариантов ответных действий. Что именно предпримут, что будет в этом широком выборе? Разговор отдельный, не при прессе. Но то, что в команде Трампа настроены очень серьезно и силовой вариант обсуждают и отрабатывают, после этих слушаний стало окончательно понятно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Президент Украины отправился в Саудовскую Арабию. Визит Петра Порошенко продлится два дня. Запланированы его встречи с королем, наследным принцем и министром обороны. Говорить будут об инвестициях, торгово-экономическом сотрудничестве и контактах в военной сфере. Об экономическом сотрудничестве говорил премьер-министр во время визита в Канаду. Объемы торговли между нашими странами вырастут уже до конца этого года. В этом Владимир Гройсман уверен. Сегодня он встретился со спикерами Сената и Палаты общин. А еще принял участие в заседании парламентского комитета международной торговли. Канадские депутаты интересовались в первую очередь потенциалом аграрной отрасли и вопросами борьбы с коррупцией. По словам Гройсмана, Украина сейчас проводит реформы во всех сферах. А кроме АПК есть перспективы для сотрудничества в энергетике и аэрокосмической сфере. Мы создали качественный базис для расширения торговли между нашими странами. Теперь необходимо развивать контакты между нашими предприятиями и предпринимателями. Но несколько сотен миллионов долларов – это не тот максимум, которого мы можем достичь в торговле между нашими странами. Я надеюсь, что с каждым годом мы будем видеть рост товарооборота и надеюсь, что зона свободной торговли вскоре распространится и на сферу услуг. На выборах в объединенные территориальные громады лидирует блок Петра Порошенко «Солидарность». Более половины глав ОТГ избраны от этой полицилы. Такие данные обнародовал нардеп Максим Саврасов. По его словам, больше всего местных руководителей БПП будет в Днепропетровской, Волынской, Черкасской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях. Станом на сегодня головами ОТГ стают 114 кандидатов от партии БПП «Солидарность» или кандидатов, которые шли за поддержку партии БПП «Солидарность». Из них 71 кандидат высылался партийными организациями или членами партии. А также 43 кандидата самовысываются за поддержку партии, с которыми непосредственно работали партийные осередки и штабы на местах. Результаты выборов подытожили и в оппозиционном блоке. В регионах полицилы будут представлять 301 депутат из 17 представителей местных советов. И это несмотря на использование властью админресурса, фальсификации и подкупы, заявляют в ОПО-блоке. Большинство кандидатов шли самовыдвиженцами. Лучший результат полицила показала в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Ранее, напомню, оппозиционный блок призвал все демократические силы объединиться против фальсификации выборов территориальной громады. Это подробности и далее в нашей программе. Холодный сезон из-за разногласий между участниками и коммунальщиками. Город смело, без тепла. Сколько будут мерзнуть люди. Министерская вольность. В чем уличили главу Минобороны Великобритании. В деле о пожаре в детском лагере Виктория еще один подозреваемый. Это начальник Киевского районного отделения службы по чрезвычайным ситуациям. Областная прокуратура инкриминирует ему служебную халатность. По данным следствия, противопожарная система безопасности не была подключена к центральному пульту. Зная об этом, начальник райотдела должен был обратиться в суд, чтобы приостановить работу лагеря. Но не сделал этого. Напомню, в ночь на 16 сентября сгорел двухэтажный деревянный корпус, в котором находились около 50 детей. Погибли три девочки. Ранее о подозрении объявили директору Виктории, воспитательнице и чиновнице, которая в тот момент занимала должность заместителя мэра Одессы. Не утихает скандал в Одессе. Напомню, там строительная компания снесла забор воинской части и установила свое ограждение, фактически захватив территорию военного аэродрома. Сегодня стороны якобы нашли компромисс, но инцидент вскрыл еще более вопиющие проблемы. Какие именно, расскажут наши корреспонденты. В этом месте хорошо видно. Застройщик, который впритык к воинской части возводит развлекательный центр, углубился в сторону аэродрома на 12 метров, сломав забор военных и установил свой. Сейчас здесь дежурят солдаты, чтобы не повторились события воскресенья. Тогда на территорию части фактически напали неизвестные в масках. Позже застройщик будет оправдываться, мол, у него есть документы на установку временного ограждения. Вот только непонятно, как военные должны были догадаться об этом. Мы идем к застройщику, чтобы увидеть те самые документы, оставляем в офисе свои контакты, но на связь коммерсанты не выходят, а охрана ведет себя агрессивно. Не надо меня снимать, я разговариваю. Инцидент на аэродроме Школьный уже обсудили на заседании в областной администрации. Мэр Одессы считает, никакого захвата, как об этом заявляют военные, не было. И не стоит нагнетать ситуацию. Мы, в свою очередь, согласно всех тех норм и правил, выдали соответствующие документы, как стоять за мором. Мы, в двух соседях, должны были между собой отработать действия. Казалось бы, чиновники должны обсудить поведение тетуши, которые ворвались на особо охраняемый объект и едва не спровоцировали бойню. Но нет, губернатор отчитывает военных, мол, земля у них до сих пор не оформлена. Вот и происходят казусы. Потребно все привести в соответственно законодательные, нормально регулированные документы. Оно не может происходить в таком безладе, в каком оно происходится. Но оформлять землю военным как раз не спешит одесская мэрия, утверждает Григорий Козьма. Журналист провел свое расследование. По его данным, чуть ли не весь военный аэродром рискует оказаться в частной собственности. Дескать, местные чиновники уже запустили процедуру отвода участка, которым сейчас пользуются Минобороны. То есть афера состоит не только в части, вот этой воинской части. Там 288 гектаров, которые уже отданы под застройку. Оборонной способности Украины и региона нанесен колоссальный ущерб. На совещании губернатор пообещал изучить ситуацию с отчуждением земли у военных. Что касается конфликта с забором, то компромисс нашли. Свой застройщик обязуется демонтировать и только после согласования с военными установит новый. Ну а когда завершит работы, вернет участку его прежней границы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Горячая новость. Некоторые СМИ сообщают, что похороны Амины Акуевой уже состоялись. Якобы ее мать настояла, чтобы церемония была не публичной. А сама Амина еще при жизни указала в завещании место, где ее похоронить. Официальной информации об этом пока нет. А с нами на связи Ольга Теребинская с информацией о брифинге в СБУ. Оля, здравствуй. Расскажи, какие громкие заявления там прозвучали. Тебе слово. Да, здравствуй, Катя. Вот только что буквально закончился брифинг главы СБУ Василия Грицака. Он сообщил, что задержали. Сегодня задержали исполнителя убийства Александра Харабирюша. Ее имя Юлия Просолова. Именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. Напомню, его джип взорвался 31 марта в Мариуполе. И он погиб в машине скорой помощи от потери крови. Василий Грицак также сообщил, что они знают не только имя исполнителя, но и откуда поступил заказ. Мы не просто затримали людину, которая обґрунтованно подозревается в действительности этого террористического акта. Мы знаем значительно больше, чем сейчас можем сказать. Я скажу только то, что эта людина входила в так называемый Центр специальных операций, который действует под эгидой МГБ ДНР. Хочу сказать, что цей Центр очолюет Евдокимов Василь Викторович. Позывный символично Ленин. Центр координуется и финансуется спецслужбами Российской Федерации. Что касается убийства Амины Акуевой, то здесь никаких подробностей не сообщили, так как это дело ведет нацполиция. По поводу взрыва возле телеканала «Эспрессо» сказали лишь только, что следствие имеет очень большое количество материалов и доказательств, но пока никаких деталей здесь не рассказали. Судья. Оль, спасибо. С нами была на связи Ольга Теребинская с информациями о расследованиях СБУ. Мара Николаева прихватил несколько миллионов из городского бюджета. Так утверждает народный депутат Сергей Каплин. По его словам, Александр Сенкевич в день своей отставки провернул финансовую аферу. Он заключил 10-миллионный договор на строительство мусороперерабатывающего завода с фирмой «Однодневкой». Ее уставной капитал меньше 10 тысяч гривен. И она не построила ни одного подобного объекта. «Мы сегодня обратились к Национальному антикоррупционному бюро Генеральной прокуратуры с тем, чтобы расследовали это преступление Сенкевича и ряд других нам известных преступлений. Независимо от твоего статуса, независимо от принадлежности к той или иной партии, ты все равно будешь нести ответственность перед украинским законом. Это статья 364, которая предусматривает в случае подобного правонарушения тюрьмы более чем 3 года». В городе Смело Черкасской области уже второй год в начале отопительного сезона батареи остаются холодными. Большую половину города отапливает частная компания, которая должна нафтогазу немалую сумму и из-за этого не получила лимиты на топливо. Подробности уже не раз поднимали эту тему, но похоже, ситуация с теплом в городе только усугубилась. Станислав Кухарчук продолжит. На улице плюс 4, а в школах, больницах, садиках и домах Смело не выше 13 градусов. Это если работают обогреватели. С похолоданием школьников отправили на каникулы, а вот малышей в садиках приходится кутать. Обогреватель в комнате включают за несколько часов до дневного сна детей. Такая ситуация в Смеле второй год подряд. В прошлом отопление включили только к середине декабря, вспоминает заведующая детсадом. 70% города отапливает частная компания Смелоэнергоинвест. Она должна нафтогазу 91 миллион гривен. НАК не установил лимиты на топливо. Горожане не знают, сколько еще ждать обещанного тепла. Обещали с 1 листопада. Чекаем очень 1 листопада. А когда это будет? Обещанки есть, ничего не происходит. Честная компания отапливает город с 2010 года. Тогда местная теплокоммунэнерго подписалась не договор, а совместной деятельности. Разрешив энергоинвесту использовать коммунальную базу. 21 котельную. Договор разорван еще в апреле, уверяет главный тепловик города. Сейчас коммунальщики хотят самостоятельно отапливать Смелоэнерго. Мы должны быть в Батчеркас и ГАЗ, вырешивать вопросы по заключению угод на распредел природного газа. На завтра планируем быть в Киеве нафтогаз Украины. Если конкретно сказать не можно, но планируем. Может до конца тижня. Это одна из котельных, на которые уже вернулись сотрудники теплокоммунэнерго. Старое оборудование частники демонтировали. Установили новое. Но запустить котельные сейчас невозможно. Видите, блок управления ГАЗ, они его сняли. Оно ставится 5 секунд. Там нету никаких, но без него котел мертвый. Блоки управления сняли еще на 4 котельных. Остальные коммунальщики еще не проверили. Они не хотят их отдавать. Это диверсия. Зачем они разобрали, собственно говоря? Тем более котельная властность города. И депутаты, и все приняли, что мы разрываем договор. Частники действия коммунальщиков называют самоуправством. Мол, апелляционный суд признал неправомерным расторжение договора. Кроме того, новое оборудование в котельных городу не принадлежит. 80% котельных это и есть лизинговая компания, которая предоставила нам данное оборудование. 20% остается то оборудование, которое есть, имеется в виду КП. То, что сейчас происходит, по-другому не назову, это как рейдерский захват. Пока коммунальщики и частники решают, кто и как будет отапливать смелу, жители замерзают. Если тепло не подадут в ближайшее время, 80-тысячный город рискует повторить судьбу Алчевска. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. АвиадТП в Борисполе. Боинг МАУ, который должен был лететь из Киева в Харьков, зацепил крылом автомобиль кетеринговой компании. При службе авиаперевозчика уверяют, повреждения самолета незначительны. Лайнер начал выруливать, получив разрешение наземных служб. После аварии пассажиров пересадили на резервный самолет. Однако, это не единственное происшествие в Борисполе сегодня. На эстакаде у выхода из терминала Д перевернулась фура и чуть не упала на проезжую часть. А в аэропорту Одессы экстренная посадка. Самолет, летевший из России в Турцию, приземлился, потому что один из пассажиров долго находился в туалете. А когда вышел, был уже в другой одежде. Экипажу это показалось подозрительным, поэтому и решили сесть в ближайшем аэропорту. Служебные собаки никаких подозрительных предметов в самолете не обнаружили, и он продолжил рейс. Секс-скандал в Великобритании набирает обороты. В непристойном поведении уличили министра обороны. Майкл Феллон признался, что позволил себе вольность в отношении журналистки и извинился за проступок. О чем речь знает Светлана Чернецкая, наш СОПКОР в Лондоне. Разоблачения продолжаются. Министр обороны Великобритании оказался самым высокопоставленным чиновником, уличенным в непристойном поведении. 65-летний сэр Майкл Феллон, обладатель рыцарского ордена и политик с огромным стажем, он женат, воспитывает двоих детей. Инцидент, о котором стало известно прессе, произошел 15 лет назад на съезде консервативной партии. Во время ужина Феллон несколько раз попытался положить руку на колено журналистки Джулии Хартли Брюер. Она попытки пресекла, а сейчас даже уверяет, совершенно не обиделась. Даже имени политика женщина не сообщала. Но его личность быстро установил таблоид Сан. Министру не осталось ничего другого, как признаться и извиниться. Возможно, в другое время над этой ситуацией только посмеялись бы. Но не сейчас, когда стало известно, что как минимум 36 депутатов парламента и членов правительства позволяют себе вольности с сотрудницами. Я подтверждаю, что правительство срочно занялось расследованием обвинений в ненадлежащем поведении политиков. Я прекрасно понимаю, что общество вполне обоснованно ждет от депутатов соблюдения самых высоких стандартов. В политике не может быть местодомогательством, злоупотреблению и дурному поведению. Тайное очень быстро становится явным. Уже известны 4 имени из 36 в списке депутатов, которых следует остерегаться сотрудницам парламента. Под номером 4 бывший министр труда Стивен Краб. Он отправлял неприличные сообщения 19-летней девушке после собеседования на должность помощницы. А под номером 7 замминистра торговли Марк Гарньер. Он просил помощницу покупать секс-игрушки. Еще два депутата уличены в романах с подчиненными намного младше их. В свете этих событий в парламенте решили создать специальную независимую комиссию, куда можно будет обращаться с обвинениями в сексуальных домогательствах. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Карточный домик закрывают. Американская компания Netflix заявила, что шестой сезон станет последним в истории сериала. Сообщения о финале съемок опубликовали буквально через сутки после скандала с исполнителем главной роли Кевином Спесси. Накануне актер Энтони Рэп обвинил звезду в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Спесси извинился и, пользуясь случаем, признался, что у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами. Но теперь он решил быть открытым геем. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра.